Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю страшную историю на вашем любимом красном фоне со своей родной сестрой Полиной. Всем привет! В позапрошлом году с нами произошла очень странная история, о которой мы боялись рассказывать и боимся по сей день, но поделимся всё-таки с вами. Это было что-то необъяснимое, и произошла эта история тогда, когда мы вроде вот только на дачу собирались ехать. Эта история нас очень сильно напугала, и мы всё ещё не до конца поняли, что это точно было. Мы надеемся, что вам понравится это видео, и вы поставите лайк, и напишите в комментариях свои догадки по этой истории. Обязательно, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах, туда я выкладываю очень много всего интересного и делюсь с вами новостями. Там мы ещё в более мельчайших подробностях расскажем и предоставим вам доказательства, что эта история действительно произошла с нами. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Также у Карины уже в продаже вот такая вот книга «Страшные истории», и вы можете её приобрести по ссылке в описании. Также я делюсь с вами промокодом, который действует до 30 июня. Обязательно используйте и получите 15% скидку на покупку этой книги. В эту книгу я написала ваши страшные истории, которыми вы делились со мной в инстаграме, свои страшные истории, которыми я ещё не делилась на ютюбе, и очень-очень много всего интересного. Я рада, что эта книга моя собственная книга. С моей фотографией сзади, мне не верится, уже в продаже. По ссылке ниже в описании обязательно покупайте её и ищите в книжных магазинах. Книжки там мои тоже продаются. Я очень рада. Ну а мы желаем вам приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали. Эта история произошла с нами позапрошлом году, когда мы только-только ехали на дачу. Первый раз. Да, только первый раз, когда заезжали, когда она построилась. Да, только завезли мебель, чтобы вы понимали. И мы ещё ни разу на даче не ночевали. То есть это была зима, январь, Новый год. Мы в позапрошлом году отмечали вот тут, в этой квартире. И мы мечтали уже остаться на даче, так как, ну, это только-только достроился загородный дом. То есть мы ехали, было 7 часов вечера, но было уже темно, как будто часов 12. Так как зимой всегда рано темнеет. У нас на даче тогда фонари, которые зажигаются ночью, работали очень редко, через раз. Сейчас уже лучше, но тогда работали очень редко. И они могли вообще не включаться. Да, да, да. И мы когда приезжали с родителями на дачу, там, посмотреть пару раз это было, и то, наверное, даже я один раз была. Мне папа говорил, что эти фонарики, блин, вообще нормально включить не могут никогда по ночам. И поэтому, когда мы приехали... И, в принципе, сейчас я расскажу, что было перед этим, а то мы что-то поторопились с Полиной. На даче была уже очень уютная обстановка, обустроили нашу комнату. А мы тогда с Полиной даже не видели, как выглядит наша комната в реальной жизни. Только мама постоянно присылала фотографии, потому что они с папой постоянно ездили. И смотрели, как там обстоит успех с ремонтом нашего дома. Мы тогда не знали о чердаке. Кстати, видео о чердаке вы можете посмотреть ниже. Карина прикрепит ссылку в описании. Да, мы с Полиной буквально вот тем летом узнали о том, что у нас есть чердак. Нам об этом папа не говорил. Вот, и мы снимали там с Полиной, конечно, такой трэш, она меня там так разыграла. Так что советую вам посмотреть по ссылочке ниже в описании. На даче у нас частный сектор. То есть всё охраняется, везде заборчик. Но, естественно, присутствует лес, через который можно вообще выйти на трассу и выйти с посёлка. У нас даже лоси ночью бегают в посёлке. Ну, то есть, как сказать, животных многовато. В лесу реально кипит жизнь. И из леса, в принципе, в наш посёлок можно зайти. Но это нужно очень долго идти, потому что лес сам по себе очень такой дремучий. В нём легко заблудиться. Воздух, естественно, на даче благодаря природе, благодаря лесу, множеству растений просто потрясающий. Пахнет очень хорошо природой, в особенности вечером, да и зимой. Всё было завалено снегом, и все деревья, все ёлки так красиво выглядели. На них был такой идеальный иней, что мы прям бесспорно думали, что как приедем, сразу же с Полиной прогуляемся. Но нас не покидало тревожное чувство внутри, как будто мы очень сильно переживали, но мы не понимали из-за чего. Мы осмотрели нашу комнату, офигели, насколько она была красивая. Кстати, мы сразу поняли, где мы будем снимать ролики. У нас появилось вдохновение, и мы решили, а почему бы нам не пойти гулять? То есть, мы приехали на природу, почему бы не посмотреть наш посёлок? Да, родители в этот момент разбирали продукты. Мебель ещё некоторая была не распакована, только, по-моему, диван, да? У нас был распакован, чтобы мы на нём могли посидеть, полежать, так сказать. А веранда у нас ещё была не достроена, участок тоже. Но кровать, и всё это было подготовлено. Мы взяли постельное бельё с собой, взяли все продукты, которые нужны были нам на пару дней буквально. Вот, ну и круто захотели провести время. Всё, мы с Полиной всё осмотрели, офигели от красоты, как Полина уже сказала. Ну и решили пойти гулять. Это было, наверное, нашим неправильным самым решением в тот день. Вот, это был капец. Ну и, ребят, вы все прекрасно знаете, насколько сильно я обожаю хорроры. И мои любимые это Заклятие 1 и Заклятие 2. И представьте, каково было моё удивление, когда я узнала, что с 10 июня выходит Заклятие 3 по воле дьявола. Рада была просто не писать словами. И этот фильм, кстати, основан на реальных событиях. В 1981 году Эрни Джонсон не признал свою вину в убийстве. Заявив, что был одержим демоном в кинотеатрах с 10 июня. Заклятие 3 по воле дьявола. Ух, у меня просто мурашки. По сюжету самые известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лорен Уоррен борются за дело Эрни Джонсона. 19-летний юноша совершает убийство и на суде, значит, заявляет, что был одержим, конечно, дьяволом. И именно дьявол, как он сказал, приказал ему пойти на преступление. Я просто влюбилась, ребят, в этот невероятный сюжет и срочно побегу в кино 10 июня. Кого, в конце концов, убил Джонсон и поверит ли следствие в его одержимость? Я очень хочу, чтобы вы тоже посмотрели этот фильм и написали своё мнение мне в Инстаграм, а я буду на вас подписываться и лайкать. Все ссылочки я оставлю ниже в описании. Ну, а мы можем продолжать. Мы вышли из дома и пошли до детской площадки и заметили то, что фонари всё-таки включились, когда мы заезжали, они были выключены. Мы пошли и просто гуляли, опять же, до детской площадки, до которой мы хотели дойти и там уже остановиться, то есть никуда дальше не пойти. Но мы прошли детскую площадку, не заметив это. Точнее, мы немножечко, так, ради галочки, побыли на этой детской площадке, погуляли, поиграли, так сказать, чтобы из виду не отпускать наш дом, так как наш дом стоит задом к детской площадке. И, в принципе, когда мы на ней как бы находились и в ней просто дышали свежим таким зимним воздухом, мы могли увидеть дом, могли увидеть родителей, так как шторы ещё даже на дачу не завезли. Вот, но вдаль уходила настолько красивая снежная дорожка, что мы решили ещё прогуляться. Всё так освещалось фонарями хорошенечко, и мы подумали, почему бы и нет. В принципе, по времени не так поздно, поэтому мы пошли гулять, и дальше произошёл, конечно, самый настоящий трэш. Гуляли мы где-то полчаса, не заблудились, мы примерно понимали, куда нам нужно идти. Был такой прям дремучий-дремучий прям лес, темень, которая не освещалась никаким образом. Мы поснимали с Полиной какие-то тиктоки на улице, поснимали истории. Нам позвонила мама, сказала, что будет готовить ужин очень вкусный. Ничто не предвещало беды, как мы идём по ледяной дороге, и я подскальзываюсь, я на полу вижу какую-то грязь. Я думаю, так, надеюсь, я её не коснусь. Встаю, говорю, Карин, это чё, какая-то лужа. Она светит фонариком и видит, что это совсем не лужа, это какая-то красная жидкость. Мы подумали, что это кровь. Да не подумали, мы убедились в том, что это 100% была кровь. Знаете как? То есть тут была такая огромная лужа, куда Полина упала и запачкала, блин, свои штаны. И буквально через метр там была просто линия на дороге, краснющая, которая уходила в лес. Чтобы вы понимали, это была кровь, и видимо люди какие-то волокли животное в лес, или убили животное, или я не знаю, что они смогли сделать. Возможно, это произошло какое-то, я извиняюсь, убийство. Но мы реально не на шутку перепугались, потому что эта кровь, её реально было много, и она уходила в лес. И так как снег был, зима, было отчётливо видно, что волокли даже не животное. Такая прям, знаете, линия по снегу. И там явно было не животное, ну как подумали мы сразу же. Сначала я подумала, что мы накручиваем себя, это какая-то просто ржавчина накапывала. Но потом, мы когда присмотрелись, это реально было похоже на кровь, потому что, блин, ну реально, типа это не краска. Краска, она такая равнодорожная. Такая тёмно-бордовая была, со сгустками, и уже замерзавшая кровь, которая прям реально уже была тёмная. И это реально было очень страшно. То есть в этот момент всё произошло очень резко, ребят. Вот я вам сейчас серьёзно отвечаю. То есть мы не стояли, ребят, и не вдупляли по два часа, типа, это что, кровь, нам надо бежать. Всё произошло дальше так быстро. Дело было так, ребят. То есть мы заметили эту кровь, постояли секунд двадцать, посмотрели, это реально кровь, или это какие-то сгустки, краски. Мы увидели, что это реально кровь. И сзади нас произошёл выстрел прямо из леса. То есть мы сразу резко обернулись, и там мы услышали очень громкий визг, то есть как будто... После выстрела сразу крики. Крики настолько громкие, типа, аааа, вот такие, прям настолько, как будто бы напугали то ли животное, то ли человека. Опять же, мы не поняли, но это реально настолько было стрёмно. Причём, представьте себе, темно, рядом с нами какая-то лужа, около нас волокли хрен пойми что, и просто следы красные, уходящие вглубь леса. И буквально через некоторое время раздаётся очень громкий выстрел и крик после выстрела. Ребят, как мы напугались. Это просто словами не описать. Где-то было что-то, может, охотники, да? Да, мы подумали, типа... Ну да, мы подумали сначала, что это животные, охотники в лесу. Ну блин, какие охотники в дремучем лесу и какой визг. Визг был человеческий. Ну не в дремучем, а в таком лесу, и как бы в это время, мне кажется, в темень по лесу, ну, нормальный охотник бы не стал ходить. Так что, мне кажется, это было реально очень странно. После выстрела и после крика нам резко звонит мама и спокойным тоном говорит, девочки, идите домой, я приготовила ужин. Прикиньте, в эту же секунду, сразу же после выстрела и крика, мама говорит, я приготовила ужин, всё, можете идти домой. Как будто бы мама прям почувствовала, что всё, нам пора, что девочки, вы как бы погуляли, давайте уже шуруйте домой. Нас кинуло просто в жар у Полины, ребят, знали бы вы у Полины какая паника. Вот расскажи, что ты чувствовала в этот момент? Я чувствовала, что у меня дрожат конечности, я не понимала вообще, где я, что я, я сначала подумала, что я во сне, кстати, реально себя ущипнула, ребят, нет, я была не во сне, глубочайшему сожалению. И мы побежали к дому, и Карина начала меня ещё больше пугать, и она мне говорит такая, а где мы? Я говорю, Карин, ты шутишь? Ребят, потому что у меня реально началась паника, мы начали бежать, ещё и, блин, скользко, и чтобы вы понимали, я просто напрочь забыла, где мы находимся. Мне настолько стало стрёмно, что я говорю, Полин, а мы где? Полина говорит, ну как бы, вот, дорога, нам нужно просто... Мы так всё перепутали, что мы сначала даже в не ту сторону побежали от того, насколько нам стало стрёмно, от такого количества сразу непонятностей. Кровь, выстрел, крик, мамин звонок, мы сразу же бросились бежать, и чуть ли не в рассыпную это реально выглядело со стороны так. Мы бежим до дома, то есть мы вообще ничего не слышали, никого не слушали. Мы просто бежали, и что-то нас одновременно... Заставило. То есть прям мы одновременно с Кариной повернулись в сторону, и мы увидели там чёрный силуэт. Зазвенело в ушах дико у нас. У себя тоже? Да. Ты прикинь, мы повернулись с Полиной, ребят, мы увидели непонятный, просто в темноте, такой даже не чёрный, а коричневый силуэт, который немножечко освещался, как будто бы фонарями. Знаете, как будто бы вот человек, представьте, стоит в темноте, и на него сзади светят фонарём, вот так. То есть силуэт не похожий на Слендермена, но его можно с ним сравнить, то есть высокий силуэт человека без лица. Это настолько было стрёмно, причём мы буквально на 5 секунд замерли. Кстати, Слендермен же тоже в лесу живёт. Вот, кстати говоря, Полиночка, чтобы ты понимала. Может быть, как бы это легенды ходят, что Слендермен выглядит так, как мы его себе представляем, и как в интернете он выглядит, а на самом деле мы его увидели, ребят, я не знаю. Но я вам точно говорю, это реально было очень страшно и непонятно для нас, мы реально напугались, нам было безумно стрёмно. В этот момент я просто понимаю, что всё, мы уже подходим к дому, хрен пойми, что происходит, непонятный силуэт. Тогда, ребята, я просто впала в ступор, то есть я встала, и я понимаю, что я не могу ни закричать, ни подвинуться, ничего я не могу сделать, ничего не сказать, я просто стою и всё. У тебя как будто бы был транс, то есть когда я отвернулась уже от этой непонятной херни, Полину вот так вот схватила, типа побежали, она просто стоит вот так и смотрит на этот непонятный силуэт и просто ничего не делает, вот так. У меня такое чувство, что он как-то меня либо гипнотизировал, либо пытался как-то вселиться. Я сразу же, ребят, заметила, что это что-то не то, я со всей силы повернула Полину, как только мы уже вместе в один момент повернулись, мы увидели, как навстречу к нам идут два человека, это просто обычная девушка со своим молодым человеком-парнем, похоже, наши соседи, потому что мы их с Полиной по сей день видим, вот Полина с дачи буквально позавчера приехала. Ай, ребят, это был, конечно, самый настоящий трэш, мы забежали домой, у нас была дикая просто паника, мы сразу же рассказали всё родителям. Родители сказали, что мы шутим. Родители сказали, что мы шутим, просто не поверили нам, что мы решили их вот так пранкануть, сказали, девочки, всё, не до ваших пранков, Полина, идите попомойся. Но мы до сих пор родителям говорим, что эта ситуация с нами реально произошла, это был какой-то прям, ну, капец, так нам ещё в эту же ночь приснились кошмары. Прикиньте, то есть это насколько много совпадений, насколько дофига непонятных вещей происходило. Мне снился тот же самый чёрный силуэт, и в этом сне он шёл и вёл меня вот так вот как-то за шкирку к этому лесу, и я проснулась вот так вот в холодном поту и спрашивала Карина, Карин, тебе что-то снилось? Она мне рассказывает сон, ей тоже самое снилось. Да, только у меня чуть-чуть по-другому эта картина выглядела, он меня не за шкирку тащил в лес, а за шкирку тащил к этой луже крови, и просто показывал вот так вот пальцем. Но не было лица у человека, я не могла его разглядеть, знаете, когда вам снится сон, и вы, блин, понимаете, что, ну вот, вроде вы видели человека, но вы как просыпаетесь, не можете вспомнить его точной внешности. Вот так у меня было, я до сих пор помню этот сон, но я не помню, блин, как выглядел этот человек, я помню, что просто единственное не было ни носа, ни глаз, ни рта, ничего, просто вот такое вот пятно чёрное, и всё. После этих кошмаров мы, естественно, на следующий день поехали в город, мы на один денёчек в итоге остались, потому что мы с Полиной придумали все возможные дела, чтобы просто поехать в город из-за того, что родители нам не верили. Ну, ехали, потом на следующий день мне приснился тот же самый сон, и меня не покидало чувство тревожности, я боялась спать, мы с Кариной спали вместе, потому что мы обе боялись очень. Даже когда мы ехали из дачи, насколько нам было страшно вообще выходить из дома, ребята, вы бы знали, это был самый настоящий... Я забыла сказать самый главный факт. Мы когда ехали из дачи, я оборачиваюсь и вижу на секунду, прям на одну миллисекунду этот силуэт, то есть сзади. Я вижу на одну миллисекунду, как этот появляется и пропадает силуэт. Короче, ребята, эта история, это был самый настоящий трэш, и мы хотим сказать, в итоге всё закончилось, это нормально, сейчас уже ничего такого нету, но мы по ночам с Полиной вообще больше не гуляем на даче. Как бы просто сами по себе боимся, когда начинает темнеть, мы уже идём домой, и то я на даче редко бываю, вот Поля бывает, и то она с родителями днём гуляет. Хотим сказать вам большое спасибо за просмотр, и хотели бы вас попросить написать своё мнение в комментариях, были ли у вас такие же похожие ситуации, или ваши догадки, что же это всё-таки было, кто это кричал, что это могло быть в конце концов. Спасибо вам большое за просмотр, надеемся на вашу поддержку и понимание, это был, конечно, капец. Спасибо всем за просмотр, всем пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»